Здарова, здорово, дорогие друзья, с вами Волкин и добро пожаловать на новенькую серию по веселым объявлениям. Друзья, в общем-то, как и всегда, будем сегодня рассматривать замечательные, просто невероятные объявления, которые мне удалось найти или которые вы, кстати, спасибо вам огромное, что скидываете в предложку в группе ВКонтакте. Короче, друзья, напомню для тех, кто, допустим, либо впервые попал на этот видос, либо вдруг мало ли забыл, о чем же эта рубрика. В общем-то, суть в том, что мы смотрим всякие забавные, смешные, неадекватные, странные, подозрительные объявления на всех ресурсах, будь то автору, авито, там, я не знаю, дром, что только вообще, ну, где находим, там и смотрим. В общем-то, вот, это шоу создано только в развлекательном, несет развлекательный характер и не с целью кого-то обидеть, затронуть ни в коем разе, просто чисто по фану. Друзья, начинаем прямо сейчас. Друзья, вы, наверное, подумали, что я занимаюсь нехорошими вещами, кликбейтом, но на самом деле нет. Действительно, сегодня в нашей рубрике я посчитал, что пускай Чирон сегодня попадет к нам в рубрику. Знаете, вот, в принципе, что вообще удивительного, да? Само по себе, как бы, ну, подумаешь, как бы, Чирон, да? На самом деле, честно вам скажу, друзья, просто решил раскрыть секрет, следующий мой автомобиль, вот, как бы, обычно я скрываю, но в этот раз решил, как бы, вам показать, вот, уже, как бы, забронировал. Шутка, конечно же, потому что это пиздец. Нет, вот, знаете, вот, как бы, Чирон, Чирон, ну, неважно, короче, кто как называет, всем известный уже, потому что он пришел на замену Бугатти Вейрону, который считался, ну, прям, пиздец, пиздец. 1500 лошадиных сил, 8 литров, блядь, ну, как бы, ну, ничего такого необычного, 16 цилиндров, W16, в принципе, блядь, просто обычный автомобиль, спорткар такой, знаете ли, такой вот, ну, как бы, чуть-чуть, аккуратненький такой. Нет, меня больше всего, знаете, вот, что интересно, как бы, 200 миллионов рублей, да, это либо у нас 3 миллиона 400 тысяч 674, ну, 401 тысяча 674 доллара, либо 2 миллиона 925 тысяч 922 евро. Значит, во-первых, у меня, давайте начнем вот с чего. Допустим, нашелся покупатель, нет, понятно, что все эти автомобили покупают за безналичный расчет, просто вот, я просто на секунду, знаете, пытаюсь представить эту картину, приходит чувак в Бугатти, в салон Бугатти, который находится у нас в Москве, да, это единственный дилер, насколько я знаю, в России, приходит, говорит, ну, я, как бы, готов купить машину, ну, не знаю, как это происходит, честно вам скажу, не приходилось Бугатти покупать, или смотреть, как человек покупает Бугатти, как-то еще, вот, ну, не доводилось. И вот, мне интересно, просто, сама процедура, знаете, как она будет выглядеть, если человек придет с наличными, как бы, то есть, у нас в России, да, банкнота максимальная, это 5000 рублей, я думаю, что это все знают, вот, просто представьте, блядь, я даже хочу посчитать, сколько это банкнот, вот, ну, давайте, 190, блядь, я вот, мне, еще, мне, знаете, что интересно, вот, обычно, да, даже дилеры, даже на новые тачки можно поторговаться, то есть, вот, ну, допустим, какой пример вам привести, то есть, если ты приходишь покупать машину, допустим, за 5 миллионов, ровно, да, она стоит, вполне вероятно, что тебе скинут, если ты хорошо поторгуешься, ну, как бы, 1200, это, прям, ну, должны скинуть, иначе дилер, реально, какой-то, не очень хороший, что он, прям, настолько жадный, ну, то есть, от 5 миллионов 200 тысяч, да, это получается у нас, а, ну, ладно, не будем считать, мне просто, просто интересно, сколько можно сторгануть с Бугачи-Чирона, если ты пришел его покупать, а, ну, вот, мне просто реально интересно, сколько миллионов с торгу, ну, реально можно сторговать, покупая Чирон, 2 миллиона, может быть, 3 миллиона, я не знаю, мне кажется, вполне реально, с такой суммой, миллиона 3 они должны скинуть, черт возьми, каких-то 3 миллиона просто от суммы, можно, как бы, я так, чисто подорговаться, потому что я, я нашелся в России человек, который пришел и купил Чирон, ну, ладно, меня интересует даже другое, вот, смотрите, 197 миллионов, округлим, допустим, мне 580 тысяч, 496 рублей, эээ, скинули, ээ, блять, даже такую сумму, о, 197 миллионов, мы делим эту сумму на 5 тысяч, потому что у нас, эээ, каждая, ну, максимальная банкнота в рублях, это 5 тысяч, да, допустим, вот, нашелся человек, мне просто, вот, ну, реально, вот, я все время такую картину представляю, 39 тысяч 400 банкнот, то есть, вы представляете, 5, вот даже, сейчас, сейчас, вот, мне должно быть, наверное, 5, я уж надеюсь, 5 тысяч, да, как раз одна лежит, смотрите, вот, 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 представьте таких, да, вот таких пятитысячных купюр, вот таких, а, просто, как бы, ну, без малого, 39 тысяч, 39 тысяч 400 штук, вот таких, вот, вот, таких, мне интересно, знаете, это как фура с лайками, фура с дизлайками, а тут фура с купюрами, вот это было бы нормально, ништяк, и такие, знаете, вываливают все в салон Бугатти просто, вот, в дилерский центр, не, на самом деле, как бы, я понимаю все, но цены, цены это пиздец, ну, да, эта тачка такая, вот, эксклюзивная, сама по себе, конечно, да, это, 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 черон, это шерон, хотя, знаете, вот, ну, так, если подумать, ну, блядь, ну, вот, я не знаю, реально, в России от нее просто нет смысла, вот, просто, вот, ну, вот, ну, просто ноль смысла от нее в России, во-первых, как бы, да, едет она заебись, ну, знаете, учитывая то, насколько у нас люди умеют сейчас юнговать автомобили, ну, понятное дело, это пример просто очень грубый, да, но, вот, допустим, можно купить, да, вот, уракан, на него сейчас делают неебические турбокиты, понятно, что эта машина уже получается не с токово, не с завода, и, как бы, это уже какой-то корчеватый автомобиль, но, тем не менее, если даже грамотно вложить, это получится намного дешевле, чем 190, можно построить около, наверное, 10 ураканов, как минимум, с турбокитом, прям идеальных, и он будет ехать, мне кажется, да, мне не кажется, а вы можете найти уже в интернете ролики, есть построенные ураканы с турбокитом, которые разгоняются ту же сотку с 0 до 100 за 1,6 секунд, и, по-моему, 0,200 за 4,4 секунды, это, как бы, вообще далеко даже не Чирон, но мы все понимаем, что Чирон это, прежде всего, не возможность, там, разогнаться, и, смотря на этот спидометр до 500, там, да, грубо говоря, который они к консакре всего не поедет, естественно, это уже что-то фантастика какая-то, 400 же с чем-то он там поедет, скорее всего, но, прежде всего, Чирон это статус, да, и понятное дело, что он в таких машинах не ездит, уж тем более каждый день, и уж тем более даже не каждый выходной, вот как-то так, да, существует и такое, как бы, пожалуйста, уточните, лучшее предложение у вашего персонального менеджера, у вас Бугатти Авелон Волгоградский 41, ну да, я понял, такое краткое описание, мы с вами на скорости 420 км в час, ну вот, она и то ограничена, я думаю, но, 4 турбонагнетателя, мне вот интересно, знаете, реально, есть же, наверное, люди, которые на Вейронах катаются, ну, уже накатали какой-то пробег, вот как они по ресурсу, мне кажется, вот это загадка человечества, понимаете, никто никогда не узнает, насколько эти машины хороши по ресурсу, то есть, вот, реально, взять Широн и просто ебенись на нем каждый день, даже по чуть-чуть накатывая пробег, вот сколько он проживет, вот насколько это надежная вся вот агрегатная установка, мне просто интересно, что вот, какие у них болячки, то есть, понятно, что на остальных машинах, потому что люди на них ездят, знают все, да, проблемы, но вот, какие болячки у Широна, вот этого никто никогда не узнает, потому что на них ездит крайне мало, мне кажется, не, ну я надеюсь, что на Вейроне уже есть человек, который проехал хотя бы 100 тысяч километров, и где-то на зарубежных форумах по-любому можно найти какую-то информацию, просто вот, ну, 4 турбонагнетателя, как бы, W16, как бы, 1500 сил, как бы, я не знаю, насколько это надежно просто все, реально, то есть, вполне вероятно, чисто теоретически, да, подумать если, то, вполне вероятно, что, возможно, вот эти все Бугатти, они, ну, не то, что одноразовые, но, там, не знаю, может быть, у них, они заточены, там, проехать 30 тысяч километров, допустим, максимум, никто этого не знает, кроме владельцев, которые реально проехают 30 тысяч километров, ну, короче, ладно, вы поняли, вот такой вот аппарат, я долго думал, брать его или нет, но решил все-таки высказать свое мнение такое большое, вот, поэтому вы его услышали, да, их, по-моему, даже несколько, если я не ошибаюсь, продается в Москве, по-моему, я не говорю, а, нет, сейчас, причем, по-моему, они были разных цветов, был какой-то синий, и такое ощущение, что их скупают, знаете, быстро, такой ликвидный товар, на самом деле, ну, вы понимаете, то есть, ну, ходовой быстро уходит, поэтому, скорее всего, да, уже многие ушли, остался один, к сожалению. Ну, а теперь, друзья, уже приблизимся к более, знаете, более народным автомобилям, и тут сразу пиздец, восьмерка, которая, кстати говоря, продана или не продана, не продана еще, походу, да? А, продан, автомобиль продан! Мустанг, друзья, вы посмотрите на этого жеребца, это действительно восьмерка Мустанг, как бы, ну, а почему бы и нет, да, почему бы и нет, ну, то есть, действительно, то есть, ну, вот, да, вот на этой фотографии мы все видим, все передается просто по этой фотографии. Продам вас 2108, полностью в боевом состоянии, гнилая, без рыжиков, все элементы кузова. Блин. А, салон, где тут написано сам? Обвес, капот, бампер, передние, задние, крылья. Почему, кстати, заднюю часть не сфоткал? Прикиньте, там тоже жопа от Мустанга такая жирная стоит. Почему ни слова, кстати, про то, что здесь морда от Мустанга? Типа он, он сам сделал, а потом боится уже сам это понимать, да, что как бы он просто говорит, что это как обвес Знаете, ну вообще, это просто обвес на восьмерку, вы чё, таких не видели, что ли? Это не морда от мустанга, просто обвес И вот эта хуйнюшка, это на самом деле не значок этого жеребца Это этот, блядь, срущий русский конь, да, в поле, вот, присел посрать Это не мустанг, нет, просто так немножечко похоже получилось Вот, ну странно, точнее, может быть не странно, но автомобиль продан, он был не продан ещё совсем недавно Так что, хотя учитывая, что он с 12.05 стоит Может быть просто чувак закрыл объявление, а может действительно продал машину 16-й год мне ещё нравится Сейчас бы восьмерки в 16-м году ещё выпускались Ладно, давайте дальше Ну, друзья, у нас сейчас, знаете, линия такая пошла из супер-тюнингованных тачек, конечно же, которых у нас много всегда в выпуске бывает Audi A6 2008 года, друзья Ну и просто, на самом деле, не хочется ничего и говорить Снова заваренная ручка, да, двери задней То есть, называется, либо хуй попадёшь, либо делай кнопку, чтобы открывать её Потому что, вот, мне интересно, даже хочется всегда узнать Вот, вот, сделана ли кнопка, или просто забили хуй и заварили всё И как бы двери задней нет Вообще, в пизду, потеряйся дверь Дверь, иди нахуй Вот, вот, реально, дверь отвали нахуй Сзади никто не сидит, пускай она будет заварена Или всё-таки кнопочка там сделана Вот это вопрос интересный Конечно же, попка гладенькая Муах, прям сос Муах, муах, муах Отцеловать так охота её прям, да Ага, тут у нас Стоп, блин, что Я этого не заметил Решил просто, знаете, на самом деле, на всякий случай проверить Но я не хочу вас расстраивать, дорогие друзья Но здесь всё ещё хуже Видите, есть дверная ручка водительская Помимо задних, он заварил ещё и пассажирскую переднюю Честно сказать, первый раз вижу такое То есть, человек, может быть, конечно, сам ездит в автомобиль Хотя, на самом деле, я бы, я бы, я бы только сам ездил Вот в таком салоне Действительно, всё красное, ядерное Я боюсь, знаете, представить ситуацию Вот едешь по трассе, уже тысячи километров, тысячи пятьсот Проехал, уже едешь, дремаешь И вот как бы, как взбодриться Просто посмотри на свой салон, блять И спать никогда не захочется Реально, в этой машине, мне кажется, не уснёшь никогда Просто вот едешь И вот вместо кофе, вместо там жвачки Вот это всё, знаете, от сна Вот просто смотришь, пялишься вот так в свой салон Вот этот ядерный, огненный, красный просто Аааа, да Так Сел, поехал, идеально встанет, ничего делать не нужно Внешне только жавчина А, то, фу, блять Тоже без жавчины, царапин Колёса двадцатки, кованые Салон полностью перешёт Тогда малышку только хорошие руки Увязь на таха Ага, ну я понял Окей, ладно, давайте дальше сразу пойдём Так, друзья Лексус РХ Третий Рестайлинг Четыреста пятьдесят Гибрид Значит, смотрите Миллион триста пятьдесят Написано всё честно Машина битая В принципе, вы знаете Вот по этим фотографиям мы видим, да То есть, ну как бы Чё-то не то То есть, ну как бы Вот нету вот Ну, видно, что какая-то Она поёбана со всех сторон Чё-то вот, ну как-то Можно ожидать сейчас неприятностей, да Каких-то Читаешь описание Прежде всего, да Подробности по телефону Повреждения передней части автомобиля Вот тут ты вот понимаешь Что нужно как бы Посмотреть Может быть не всё так плохо Как бы написано Повреждение, знаете, спокойно так Повреждение передней части автомобиля Ну мало ли, может притёрся А так машина просто немытая Как-то выглядит, ну просто Может быть чё-то Ну мало ли Стояло там Потёрли её ещё где-то Ну как бы Не так теоретично Всё И начинаешь смотреть И понимаешь, блядь Что тут Нахуй морды нету просто Тут реально, блядь, её То есть если вот тут Она как бы ещё присутствует Да Как бы Но на самом деле Это просто крыло в воздухе Установлено Знаете, вот представьте Машину без морды Просто крыло вот так повесили Как бы вот с левой стороны Я Ну Блядь И причём, знаете Это не сфоткано Просто почему Как бы В этом ничего там нет смешного Или ещё что-то Как бы машина после ДТП Дай бог, чтобы там все были живы Просто мне интересно Во-первых Почему Не сфоткано Чтоб понять Вот как бы Картину всю Как бы Какие там повреждения Что вообще с машиной И почему написано Так всё спокойно Что повреждения передней части И как бы Ну вот здесь вот понятно Что здесь просто Вот Половина Ровно половина Это даже передней двери Нет Половина крыши Дотуда всё ушло С морды Вот просто она отсутствует Да И вот как бы здесь Сфоткано вот какие-то кишки Касаемо там Внутрянки Да Но Самой картины Не понять вообще То есть Написано Повреждения там Как ещё раз Повреждения передней части Но что там произошло Как бы Почему нету половины машины Это с левой стороны Я не понимаю Вот этого вот Вот реально Мне это не понять Просто она нахуй отсутствует Вы видите Вот Вот здесь всё видно Прекрасно Всё здесь обрубается Дальше просто идут уже Вот тут вот Что осталось Но на самом деле Если честно подумать Я не думаю Что это последствия ДТП Скорее всего Был удар хороший Всё равно спереди Я думаю Что здесь Вот если вот это Вот не часть крыши Бля На самом деле Тут конечно Всё так не очень хорошо Потому что Жёсткая авария Походу была Потому что То ли это спиливали Чтоб достать Отсюда людей Блин Не хочется Даже на самом деле Это представлять Конечно Не дай бог Будем думать Может быть Хочется больше На позитиве Оставаться И знаете Наверное Представим ещё вторую Ну второе Развитие событий Это то что Возможно Кто-то какую-то часть Себе отпиливал Уже с машины Или просто её отпилили Потому что Она там уже просто Не нужна От неё ничего не осталось Но Хрен знает на самом деле Поэтому Так вот Вроде интересно Получается Да Смотрите справа Вот морда Видно что она целая А слева там Пиздец какой-то Как Ну Что-то странно Вот тут тоже Видите Крыша задрана Да Ну Реально Дай бог Чтобы это всё-таки Было Что-то Ну Короче Ну вы понимаете Чтобы Всё конечно же Там обошлось И просто Тачка после ДТП И с минимальным Количеством Пострадавших И там Ну Вы понимаете Ну Серьёзно Не хочется даже Об этом думать Так что Вот такой Лексус Ещё цена Конечно непонятно Почему стоит Мне кажется Дороговато Учитывая Что как бы Здесь только Жопу от машины Знаете Вот самое обидное Ещё То что Кто-то Лексус Разобьёт Заднюю часть Да Потом Как ни в чём не бывало Купит вот такую вот Жопу И приварит её К тому И это получится Просто конструктор Распил И Об этом Можно даже не узнать Это самое печальное И Ладно Давайте дальше Так Друзья Напоследок У нас будет Два объявления Которые просто На самом деле Вот Вот Это Блядь Это знаете У меня такое ощущение Что я сейчас Психушку Блядь Попал Реально Я когда это увидел Это пиздец Значит продаётся Ешка Три Пять Миллион Сто Девятый Год Как бы Ничего Не предвещает Беды Вообще Начинаешь Щёлкать Фотографии Щёлкаешь 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 Нормальная Ешка Охуенные Фотки Довольно Да Бывает Намного Хуже Разнообразие Как бы Салончик Даже Сфоткан Со всех Ракурсов Вот Друзья Живём Мы в 2017 Году Продам За криптовалюту Биткоин Эфир То есть Знаете Я даже не знаю Как обыграть Эту ситуацию Потому что Что мне интересно Вы помните Наверное Был выпуск Когда мы Бентли Смотрели Который Официального Блять Дилера Продавали За 55 Битков Это был Пиздец Конечно Ну ладно Хорошо Это одно дело Когда дилер Бентли Продает Другое дело Когда Частник Это намного На самом деле Спокойнее Я имею Ввиду Что когда Продают Бентли Это хуже Чем это На самом деле Но просто Дело не в этом Мне вот просто Интересно Почему чувак Решил продать Именно За битки Да За эфир За криптовалюту В целом А не Допустим Продать машину За рубли Как бы Окей Если ты так хочешь Ну Как бы Купи битки И все Почему нужно Именно Продавать Я понимаю Что он там Растет с каждым днем Там можно На этом сыграть То есть он рассчитывает Вот так вот Еще немножко В плюс уйти Или что Я вот немножко Не понимаю Ну ладно Внимание Эттеншн Друзья Вот Эттеншн Блять Просто сразу На всех языках Ахтунг Продам за биткоин Эфира Смотрю другую крипту Отлично Машине вообще Не приебаться Я даже не собираюсь Комментировать Сама ситуация Знаете Вот мне еще нравится На дроме Тут происходит Полный пиздец Тут есть возможность Вопросы задавать Продавцу Знаете Я начал читать И понял Что это точно Должно попасть сюда Ладно Хуй с этой ситуацией Что как бы Продажа идет За биткоины Там ладно Чувак именно Пиздец ниже Смотрите Обмен на 9 участков Между птицфабрикой Иртышкой И усе Спасибо Откажусь Обмен на новый кирпичный дом 90 квадратных метров Все коммуникации 6 соток земли Зеленая долина Московка Цена 3 миллиона 350 тысяч Спасибо Откажусь То самое ощущение Когда тебе Предлагают Якобы Дом С землей Которая стоит 3 миллиона 350 тысяч То есть У нас как В жизни Недвижимость Она всегда Дороже Чем Автомобили Автомобили Теряют цене Недвижимость Как таковая Обычно Не теряет цене Почему Чувак Предлагает Свой дом С землей Которая оценивает 3 миллиона 350 тысяч Ублей Не Ну может Конечно Он с доплатой Имел ввиду Ну Хрен знает Короче Спасибо Откажусь Доброго здоровья Доброго здоровья Интересен обмен С моей доплатой На земельный участок Десять соток Десяти минут Отъезда Откажусь Обмен на любой Из домов У тебя есть такое ощущение Что не ешка Не может продастся А дома Блять Какие-то Или земли Вот что это происходит Вообще В жизни нашей Почему Почему реально Люди не наоборот Пытаются Тачку Поменять На дом Квартиру На землю А наоборот Дома Квартиры Блять Земли Пытаются Поменять На машину Почему Ёпта В чему Такое Происходит Обмен На участок Семь с половиной Соток 15 минут Езды Спасибо Откажут Незисует Обмен На коттедж 300 квадратных Метров В центре Район Не знаю Где это Под ключ 2007 год Постройки Все коммуникации Рыночная Цена 15 Мое предложение Ваше авто И 7 наличек Интересно То есть Чувак Предлагает Трехсот 300 квадратов Коттедж Цена Которого 15 миллионов Рублей Как он считает Обменять На 7 миллионов Рублей И какой-то Простите Уже Ну все таки Старенький Мерс Который стоит Ну миллион Миллион 100 То есть В общей сложности Он хочет получить За свой дом 8 Вместо 15 В чем логика Простите В чем Блять логика Вот дальше Идет пиздец Смотрите Урбан И доплата Спрашивает Чувака То есть Вот чувак продает Урбан Ну конечно Пиздец Можно было отдельно Взять эту машину Мне кажется Даже в рубрику Но 15 год Урбан Все таки Это свежая Нива Понимаете Да 650 тысяч рублей Она стоит Он Чувак Чувак Который продает Мерс Отвечает Здравствуйте Доплата 950 тысяч рублей То есть Он оценил Ниву В 150 тысяч рублей Чем ты Руководствуешься Чувак Когда оцениваешь Машины Можно вопрос Я Не понимаю Реально Ладно Хорошо Дальше Идем Тойота Камри Плюс Обмен На земельный Участок 10 соток Ля-ля Цена 750 Смотрите Хорошо Камри Продает Чувак За 550 Допустим 550 тысяч Он отвечает Камри И плюс 950 То есть Он опять Камри Оценивал В 150 тысяч Ну Камри Плюс 950 тысяч Он оценивает Камри В 150 тысяч Потому что 950 Плюс 150 Это как раз Получается Миллион 100 Который он хочет Ой 250 тысяч Я Фу Блядь Нет 150 тысяч Я дебил Я дебил Да Миллион Да 150 тысяч Все правильно Мерседес Спринтер Английская Автокосметика По ценам Очень неожиданное Предложение Спасибо Но я откажусь Загородный Участок Короче тут пиздец Квартиры Какие-то Вот это я не знаю Это уже вопрос К родовцу Это все тоже идет Неизвижимость Блядь Че Блядь Происходит Одна Вторая Трехкомнатной Квартиры ЧЕГО Блядь Ч ЧЕГО Почему Только Почему Ай Бля Это пиздец Это пиздец Полный Конечно Интересно Почему Так много Ебать Ему тут Предлагают А Вот это Блядь Ешечка Нихуя себе Блин А на дроме Ты нормально Так выставил Тебе там Че только Не попредлагают Блядь Реально Вот надо Мне ГТР Тут продавать Мне кажется Тут предложили Блядь Все что можно Вообще На этом Блядь Не знаю Египетскую пирамиду Вместе Блядь С Якутской Путаной И Блядь Еще Подзолотный Творожок Заправленный Адыгейским Сыром Вот Блядь Я бы Блядь Обменялся Шутка Конечно Нет Короче Это Пиздец И последнее Объявление Друзья Не хуже Всех Остальных Поверьте Мы к нему Переходим Сейчас Прямо Вообще Не хочется Комментировать Просто Ничего не хочется Значит Смотрите Разъясняю Как Супер Авто Эксперт Данный Вид Автомобилей Подразумевается Как Затюненный Под Автош 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 Это Азербайджанский Насколько я помню Вид тюнинга У меня даже Помню Был Сименс У меня были Эти Видосы Азербайджанские Где Они на Классике Ездили Вот На такой Вот Значит Что он Подразумевает Под собой Я не знаю Насколько Это сейчас Популярно На самом Машину Задирают Перед Как вы видите Зад Ну как бы Либо он сам Занижается За счет того Что перед Завышен Либо как бы Занижают Зад То есть вот так Вот машина стоит А далее Ты либо ездишь Так Либо они еще Любили Из стороны в сторону Задирая Какой-нибудь Из передних колес То есть когда ты едешь И вот так вот Резко рулем Крутишь Получается Налево крутишь Левое переднее Вот так поднимает Ну вот таким вот образом Это было довольно весело Ну ладно Так вот Продается собственно Такой аппарат Ёбаный в рот Да мультимедиа У меня в мерседесе Отдыхает Ёбти Вот это да Нормально Номерок такой еще Знаете ли Неплохой А какого года она Седьмого года 007 Все как надо Блять А вот Автомобиль в отличном состоянии Собрано для души Ни битый Ни крашенный Никакое вложение Не требует Сел и поехал Ездили редко Чисто для понты Все Спасибо за просмотр Друзья Ни реально Я не хочу Я не понимаю Блять Что происходит Что это значит Вообще Что Вот как это Комментарии Излишни Вот и все Ездили Редко Чисто для понты Вот и все Причем машина в Питере Кстати говоря В Купчино Все ребят Спасибо всем за просмотр Подписывайтесь на канал Впервые Обязательно ставьте лайк Всем паралл серия Комментируйте До новых встреч Всем удачи Всем пока пока Субтитры сделал DimaTorzok